Здравствуйте, дорогие зрители! Постоянные новые у меня гадания для лесов на март 2022 года. Мы все ждём весёлой, благодатной весны, конечно. Однако, вот у меня вопрос сегодня к вам. Как совместить, как вам удается совмещать вот это вот весёлое весеннее настроение с Великим постом? В этот раз ведь тоже начинается Великий пост в марте 7-го числа. То есть наш любимый праздник попадает как раз на самую строгую неделю поста. Три карты веса на работу. Раз, два и три. Про работу вам расскажут пятёрка кубков, восьмёрка жезлов и карта императора. В целом набор очень-очень неплохой и уместный. Во-первых, есть император, старший аркал. Имеет непосредственное отношение к работе, к бизнесу, к карьере и вообще социальному или какому-то карьерному статусу. То есть притязания сейчас приветствуются ваши карьерные, самые смелые, самые дерзкие. Ищите ли вы новую работу или идёте к начальству просить повышения, замахивайтесь на максимум, на больше. А ещё император – это, безусловно, человек. И обещает карта покровителя, покровительство или протекция от какого-то влиятельного лица. Да, есть о чём подумать. Восьмёрка жезлов здесь рядом сообщает, что дела на работе будут быстро и очень с большой удачей складываться. Знаете, это такая карта, она обещает случайное везение и очень скорое. Мимолетное отчасти, возможно, да. Но самое главное, что очень скорое. Какая-то новость случайная, вы вдруг хлопаете в ладоши, подпрыгиваете, говорите, «О, я даже не ждала, что мне могло так повезти». Для кого-то этот момент везения – это и назначение какое-то карьерное. Для кого-то это премия, для кого-то это, может быть, просто уместная похвала. От начальства или новое какое-то рабочее место. В общем, рассчитывайте на удачу. Восьмёрка жезлов – это действительно как счастливый билет, такой счастливый пропуск в вашу профессиональную жизнь в марте. Ну, а пятёрка кубков может показаться, что она очень не в кон, она как будто бы лишняя, потому что здесь грустная девушка, что ли, да, грустная сидит. Это действительно карта разочарования. Она говорит, что на тему работы вы будете остро-остро разочарованы в марте чем-то. Но недолго. Самый главный повод для этого разочарования пройдёт сам. С этим ничего не нужно делать. И, может быть, вот такие хорошие карты рядом с соседней только лишь советуют. А весам не придавать большого значения собственным дурным эмоциям. Потому что разочароваться, ну, знаете, всегда можно и во всём. Всегда можно найти ложку дёгтя в любой бочке с мёдом. Всегда можно придраться даже к какой-то процветающей, счастливой своей профессиональной жизни. Мы не знаем здесь, у нас короткое гадание, мы не знаем, что именно вас так остро поразит и разочарует. Самое главное, помните, что слёзы сами высохнут. Дальше деньги. Ваша финансовая жизнь в марте. Раз. Два. И три. Королева жезлов, он тут достаётся на деньги. Карта суд. И девятка жезлов. Строго говоря, в строгом смысле, денежных карт здесь нет. То есть мы не оцениваем вот такими категориями много или мало. Жезлы. Деятельная масть. Она говорит, что за деньгами или в связи с деньгами, или против денег. Придётся побегать, придётся посутиться, может быть, даже какие-то подвиги посовершать. Конечно, королева жезлов, она такая хитрая здесь, понимаете. Она говорит, что деньги будут от ваших собственных усилий. Говорит, например, что сколько наработаете, столько и заработаете. Вот такие крупные жезлы всегда обещают именно заработанные деньги. То есть здесь какая-то ваша ловкость, наровка, ваша активность. И вот как результат заработки. Но без активности, какой-то дерзости даже, финансово в бизнесе, например, без риска, не обойдётся. Рядом вот прямо подпевает ей девятка жезлов. Девятка жезлов – карта подвига. Она проверяет человека на личную силу. То есть ваши деньги, ваш кошелёк будут проверять у вас на личную силу. Но иногда это, конечно, проще всего представить, что это связано с заработками. То есть за деньгами как на подвиг идёте, на работу, особенно если это работа какая-то, связанная с конкуренцией, например. Или бизнес, который всегда связан с конкуренцией. То есть вы в полной боевой амуниции, в латах и на боевом коне отправляетесь на заработки. Ну, как глава семьи, да, как кормилица и добытчик. Вот. Вот такие советы для вас. То есть прямо усилия. Но это хорошо. Усилия пусть будут, потому что они оправдаются. Вот. А карта суд, наверное, как бы описывает здесь начальную точку. То есть с чего вы вдруг ринулись так стараться? С чего это вдруг у вас настолько много сил и энтузиазма зарабатывать деньги? То есть это новость, причастная к теме ожидаемой, неожиданной событий. Самое простое. Вас приняли на работу, да. То есть это событие, приглашение на работу. А дальше уже всё от вас зависит, сколько вы заработаете, сколько вы постараетесь. Это может быть и для бизнесмена заключение какой-то крупной долгожданной сделки. Ну, неожиданной. А дальше вы, да, вот контракта не было. А тут он вам перепадает. А дальше вы уже очень-очень стараетесь, чтобы это всё воплотить. Ну и, соответственно, от усилий зависит ваши финансовые возможности. Всё достаточно просто. В основном советы, а не эфемерные обещания, что тоже радует. Дальше любовь. Романтическое время. Март, по определению, да, самый романтический месяц, самые смелые мечты и самые опасные гормоны управляют людьми именно в марте, ранней весной. Потом-то всё успокаивается. Ну, опять же, напоминаю вам, что в традиции народно-церковной нас в марте полагается скорбить. И в чём-то себя ограничивать хотя бы в шопинге, например, король кубков выскочил. Аж не терпится настолько, что он выскочил, видите, вывалился из колоды. Любящий король, романтический герой. Я его здесь держу в стороне и не убираю обратно. Спешит показать чувства. Три карты. Раз, два, три. И про любовь весам расскажут. Ага, рыцарь кубков, по сути, это одно и то же лицо. Я надеюсь, что хотя бы их не двое. Пятёрка жезлов и король Пентакли. Нет, всё-таки двое. Ну, как минимум два человека, да. Обилие мужских портретных карт. Говорит, что женщина весы в марте будет окружена мужским вниманием. И окружена по-разному. Например, король Пентакли. Кто это? Это ваш муж или лицо его заменяющее. Как говорят, такое официальное есть выражение. Но король Пентакли – это действительно муж или мужчина, который при вас выполняет роль мужа. Ну, мужчина, который с гарантиями, например, или который зарплату вам отдаёт. Надёжный человек. Новый знакомый, может быть, но такой, знаете, обстоятельный, серьёзный, с серьёзными намерениями. Возможно, богатый. Потом здесь есть ещё, посмотрите на выбор, вот кого что привлечёт. Но весы весам рознь. Кому-то нравятся богатые. Кому-то нравится романтично. Или вот романтический юноша, рыцарь кубков. Совершенно альтернативный какой-то портрет, вариант. Да, он даже играет на каком-то музыкальном инструменте. Перед ним кубок, неотъемлемый атрибут масти. Это время романтики. Это свидание, обещание, ожидание. И здесь уже романтическое лицо. Мужчина, который, молодой человек, скорее, который очень открыто демонстрирует вам своё внимание и свои чувства. Сходятся ли они в какой-то очевидной конкурентной борьбе? Да, потому что между ними, прям буквально их разделяет, пятёрка жезлов, карта конкурса и конкуренции. Карта эта на самом деле хорошая. И она обозначает хорошую, честную и открытую такую борьбу. То есть что мы здесь видим? Двое мужчин оспоривают права на ваше руку и сердце. Или, как минимум, на ваше внимание. Может быть, например, старый, но богатый начальник, почему-то одинокий и желающий жениться. И юный, бессеребрянник, ваш коллега, уже занятый. Поэтому не может иметь серьёзных моментов. Вот такая вот история. То есть сразу всё, естественно, это и новое знакомство. Чем моложе карта фигурная, тем это моложе в вашей жизни, то есть новее. Тем новее в вашей жизни человек, понимаете? То есть более для нового знакомства вот этот вот рыцарь кубков вам подходит. Поэтому личная жизнь процветает. К чему это ведёт и чем это закончится, мы пока не знаем, без знать не хотим. Потому что март не для этого. Свадьбы в марте не играют. Вы знаете, да? Если рассматривать такой годичный какой-то цикл, ну, любовно-брачный, то в марте уместно познакомиться. А осенью уже собирать, считать цыплят. То есть делать выводы. Расставаться вам или в ЗАГС идти. До осени ещё, слава богу, далеко. Но, видите, из колоды-то у нас выпадал ещё король кубков. Как бы это не третий ещё и герой, причастный ко всей этой истории. Даже если это всё один и тот же человек для вас в трёх лицах, у него столько внимания к вам, у него столько, причём, проявленного внимания. Это и подарки, это и какое-то, ну, не знаю, какая-то трепетная забота. В любом случае, это исключает тоску в одиночестве для женщин и весов. Дальше. Дом, семья, родственники, недвижимость, место жительства. Вот о чём я хочу спросить. Карты. Тоже три карты. Раз, два, три. Двойка мечей, карта сил и шестёрка. Шестёрка жезлов. Успех. Вас ждёт успех. В домашних семейных делах, в любых начинаниях, связанных с бюджетом, с переездами, может быть, с ремонтами. И это, кстати, в общем, шестёрка жезлов, карта победителей. И в целом карта авторитетных людей. То есть это могут быть какие-то ваши очевидные победы, трофеи на семейной ниве, на семейном каком-то поприще. Вас похвалят дома. Давайте начнём с этого. Вам будет чем похвастаться вечером, когда вы придёте с работы, и там сядете за семейный стол, за ужином. Будет чем похвастаться. То есть дома вы даже аплодисменты какие-то в свой адрес услышите. Карта сила рядом. Она очень ресурсная. Она говорит, что в доме будет всего много. А чего всего? Это уже вы вложите свой смысл. Много денег, например, изобильный семейный бюджет. Много внимания, много разговоров. Много гостей. Знаете, эта карта сила описывает любые места и истории, любые события, которые идут с размахом. Любые истории, в которых ничего не считается. И по этой карте может даже какой-то юбилей, праздник семейный у вас происходит, когда вот всё рекой, всё изобильный стол, гости не считанные, стульев не хватает. В общем, какая-то вот такая абсолютная феерия. А в плохом смысле карта сила иногда обещает необходимость быть неискренними, с кем-то договариваться или кого-то на что-то уговаривать. Эта карта даёт совет семейным людям. Не ходите на пролом. Если со своими близкими семейными где-то будете спорить, что сделаете? Проявляйте силу очень-очень мягко, давление, давление. И тоже продолжаю тему, здесь двойка мечей, это карта одиночек. Она говорит про необходимость всё-таки закрываться, закрываться пусть даже от близких людей. Ваш выбор в это время, связанный с домом, с семьёй, будет только ваш. Эта карта практически говорит напрямую. Не ходите никому за советом, даже из родственников. И не давайте никому помешать вам совершить или как-то завершить ваши планы, чего бы они не касались. То есть успех дома вас ждёт, успех в домашних семейных делах при условии, что вы будете очень себе на уме. И сделаете, и решите всё по-своему. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это гадание. И, пожалуйста, пишите вопросы и комментарии в мою рубрику «Вопросы и ответы». Есть такая рубрика. Надеюсь, по-прежнему для вас интересно. Увидимся.